всем снова большой привет сегодня для меня вообще сложные такие ролики с лицом в кантри то что я сейчас буду снимать это у меня вообще впервые четвертый год каналу и впервые я буду снимать помады на себе девчонки многие девочки блогеры снимают такие ролики но они либо ускоряют сам процесс нанесения либо обрезают процесс когда они удаляют предыдущую помаду у меня на это нет времени если вы согласны смотреть как я буду красить стирать и опять красить то оставайтесь со мной мы будем рассматривать помады из косметички ноября которые я отложила среди них у меня два карандаша не знаю буду я их на себе показывать или нет но в любом случае я буду вот показывать хочу с вами вместе вот такие салфеточки использовать на самом деле с этими салфетками у меня был однажды казус очень смешной я и хотела использовать когда показывала сводчи теней из заказа белорис и взяв новую пачку я думала сейчас я здесь отодвину как обычно заглушку и достану оттуда салфетку кого было мое удивление что тут никакой заглушки не оказалось мне пришлось за кадром зубами буквально грызть вот эту пачку и из нее я извлекла вторую пачку для меня это был такой сюрприз ну и здесь конечно я уже использовала заглушку так что бывают у нас такие казусы что нас надо не в кадре снимать а за кадром как мы выглядим когда мы там чего-то очень потешно делаем так взяла я на всякий случай тональный мусс может быть надо будет где-то как-то потому что когда помада на помаду она будет сложно но давайте начнем не будут сейчас уже томить что у меня на губах в данный момент у меня на губах блеск от джейд давайте вот так я единственное не вижу насколько но фокусируется у меня зрение не настолько хорошее мне этот блеск очень очень нравится я знаю что нужно смотреть сюда у меня здесь я на себя смотрю картинка вот такой он красивый мне он очень нравится во первых у него достаточно света цвета у него достаточно скромный такой спокойный блеск перелив и он как-то освежает взгляд взгляд прям какой-то становится блестящий вроде красишь губы до красота на глазах вот поэтому с ним мы закончили я показала мне лирочка его дарила если вдруг не сфокусировалась 555 оттенок но теперь будем на камеру все это дело стирать и наносить следующее вот наверное мы будем от светлого к темному идти я хочу показать вообще я еще сама не пробовала вот эту помаду от essence она называется как-то полупрозрачная оттенок be happy 08 кажется так она на взгляд на первое вот такая вот прям красная красная но по факту она полупрозрачная такая спокойная хотя внешне вот смотрите как она выглядит страшно не знаю далеко я наверное от вас сижу может быть как-то вот так чуть поближе красоту тусу подкатить и так вообще такие ролики немножко волнительно снимать если честно вот так окажется так страшно красная ничего что я голову обрезала мне кажется ничего страшного нам же помада нужны да так со второй справились на дна вас смотрите а я на себя любимую стираю я не очень люблю контуры использовать для губ и я не люблю губы красить до самого конца девочки многие прямо начинают вот отсюда и заканчивать я когда улыбаюсь места я крашу зубы тогда поэтому мне так не идет все равно у каждого своя форма и у каждого свои какие-то хитрости есть следующую помаду которую мы с вами попробуем это люкс визаж вот такая красивая упаковочка 41 оттенок я не знаю у них вот в этой линейке помада есть как матовые так и перламутровые я брала перламутровую вот в таком интересном оригинальном просто цвете давайте ее рисовать так надо чтобы и вам было видно вот так ирина извините если вы сейчас смотрите написала одна подписчица в косметичке месяца что у меня слишком много перламутровых теней потому что при возрастном макияже перламутра надо меньше больше матовых оттенков я с одной стороны согласна но сейчас просто я крашу перламутровой помадой почему я эту тему подняла я сказала ирине что у меня ну не 60 лет но для меня возрастной макияж это когда совсем нависшие веки возрастное нет не просто у меня форма у меня нависшие веки когда вы красите уже возраст такой когда вы красите века она вот сама кожа тянется за кистью когда дряблые щечки уже висят когда вот идет носогубные впадины глубокие и вот эти морщинки то есть когда макияж может быть ярко подчеркну подчеркивать возраст а не скрывать его тогда возрастной но обычно это уже там далеко после 50 лет и опять же это индивидуально на что мне женщина ну ирина отвечает что это после 30 так что девочки если вам уже 30 лет этом возрастной у вас уже макияж поэтому будьте добры больше матовыми средствами пользоваться я люблю перламутра мне нравится и мне кажется он не идет мне кажется он мне по характеру даже идет ну вот давайте смывать третью нашу помаду как тема и зеркала зеркала у меня в расческе я просто хотел найти такое зеркало которое мне главное чтобы волосы не показывать хотелось такое зеркало чтобы она была и маленькая с одной стороны и всю камеру не закрывала так салфетки очень влажные поэтому я добавочно еще просто ватным диском сверху следующую помаду которую я выбрала в этом месяце это новинка от faberlic полуматовая вот это вот которую все показали как она тут прямо круто этими магнитиками щелкает 40058 ее артикул это самое прикольное когда мы блогеры тут не название на английском да ну например я могу ошибиться неправильно прочитать показываю а когда я произношу номер а потом еще фокус ловлю чтобы подтвердить что здесь так написано как будто мне подписчики не верят что эти циферки здесь написано вот у нас бывает такое а да вот так вот выглядит она полуматовая мне кажется вот в этой линейке это самый красивый оттенок враг практически все взяли только его краситься на камеру интересно полуматовая я стала моложе матовая ладно это было от faberlic мне нравится вообще стали вот такие вот оттенки у меня было время когда я только нюд вот я молодая часто пользовалась только нюдовыми пусть перламутровая но нюдовая потом меня как-то потянуло на более малиновое что-то розовое что-то светлое ну как-то вот разнообразие но всегда меня как-то откидывает все равно вот к этому цвету ну что стирать следующее это была четвертая помада из моей косметички где моя расческа сейчас пока я тут рисую что я вам все сплетни ютубовские расскажу у меня естественный цвет губ но сейчас ты его натерла там есть какой-то цвет у меня вообще светлый светлый прямо почти не видать пигмента дальше давайте от никс попробуем вот эту вот помаду она прямо такая сочная оттенок 620 вот так она выглядит плотное нанесение она уже не полупрозрачная она ложится так кремова мне кажется красиво я сегодня планирую еще попасть на маникюр к сестре к мастеру по маникюру и если получится я там поснимаю ну если сестренку дастся вот так но красивые какие-то помады вообще для меня какое-то особое удовольствие получаю я когда вот эти помады я рассматриваю когда делаю свочи даже вот просто на руке когда делаешь какие-то свочи даже просто на руке когда делаешь какие-то свочи какое-то удовольствие получаешь многие девочки говорят зачем тебе так много помад ну вот у вас есть если хобби ну вот человек даже который любит просто вязать у него просто ну если вы например любите вязать и вам непонятно зачем есть только помад что вы делаете в магазине где есть пряжа ну неужели вы приходите конкретно там к определенной пряже подходите только ее берете и уходите то вы весь магазин на шарите новинки посмотрите если вы вот реально любите вязать и это делаете то вы будете в этой пряже вы можете и час проторчать и выбирать и их дом у вас наверняка не три клубочка лежит а запасы хорошие это касается всего поэтому но одному человеку непонятно зачем много сумок другому зачем колбасы много в холодильнике третьему непонятно зачем там ну не знаю может быть бижутерию копит человек ну любит он это поэтому ну какой смысл спрашивать зачем ну нравится пусть человек получает удовольствие деньги то он собственные тратит а потом купила помаду за 100 рублей сходила я в пиццерию съела на 300 помада я пользуюсь три года а после пиццерии простите через три часа голодная 30 рублей нет вот поэтому ну ну выкину я эту помаду незаконченную через три года срок годности пройдет ну и наплевать на нее зато три года радости получал красивая вы потом не напишите какая мне всех лучше то и и что мне вообще не идет вот это такая прямо яркая давайте немножко я так затонирую а то я боюсь что я уже границы ватных дисков каждый раз беру новые складываю рядышком следующую помаду давайте мы с вами посмотрим это от essence long lasting до так называется в шестом номере у меня их три номера 6722 и мне всех больше понравился седьмой номер 6 выглядит вот так он такой в коричневый уходящий мы с вами сейчас его посмотрим мне кажется он чуть-чуть схож вот с этим но более темный видите и на свотчах когда мы смотрели вот я вам фаберлик сейчас показывала даже когда на свотчах мы с вами на руке смотрели в косметичке месяца они были чем-то схожи ну давайте смотреть кстати все губы красят по разному наблюдать за женщиной которая красит губы очень потешно кто-то с верхней губы кто-то смешно вытягивает их трубочками кто-то с нижней потом как стик держите я всегда вот этим срезом у меня мама всегда обратной стороной то есть не срезом а вот напротив среза красит губы а мне удобно вот именно этим срезом и потом у меня она становится вот так вот вот так вот срезана то есть не этот срез продолжает как бы вот уменьшаться а так 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 и в итоге я потом буду вот так вот прямо красить не знаю почему но это каждого свой какой-то стиль вот такой свотч на губах не знаю хорошо ли вам видно освещение конечно у меня дурацкое это я признаю я поставила две лампы хотя на себя направила обе они такие дневного освещения и там у меня сверху две дневного но этого недостаточно для блогера который с лицом хочет снимать ролики нужны вот эти два больших как они называются светильника где много много в каждом лампочек и вы сидите уже как диктор буквально ну чё стирать смотрели так сейчас я новую салфеточку возьму а то я уже ту всю делаю очень часто девчонки стали блогеры жаловаться что сотру рот все что обижают в комментариях часто знаете что стали девочки писать не так свет поставлен не так стол убран не так фон поставлен не так говоришь не так глядишь не так руку держишь если даже руками снимаешь не так ногти накрашена то есть в любом случае вы знаете девчонки если ты подписчик если ты пишешь всем только что не так то лучше не пиши потому что сначала научись хвалить а потом говори что не так это во первых во вторых все равно каждый старается блогер делать но блогер это тот кто ведет канал да иногда девчонки вы не блогеры там но кто мы мы ну не диктор же мы телевидение блогеры давайте я буду следующую показывать помаду и болтать это будет от сель это лаковая помада давайте я вам вот так скажу малиновый смузи называется кстати у меня в заказе было две их и приехала вторая но я пока вам ее еще не показывал в каких-нибудь покупках если они у меня будут покажу вот вторая более интересного оттенка по светлее чем вот это сейчас но она уже будет час наверное яркая вот это вообще мне кажется комментарий чтобы написать и дать какой-то совет это такой талант надо иметь чтобы это сделать тактично чтоб человек прислушался и у него было желание исправиться если даже вы правы найдите сначала за что похвалить найдите за что как мягко обратить внимание на какой-то может быть ну если это реально ошибка но придираться к словам к жестам какому-то моменту в съемке смысла нет если например у меня недостаточно света на данный момент это все что я могу сделать то что каждый блогер старается сделать максимально кому не хочется хорошие ролики иметь конечно каждому это вот такие вот вещи очень сложно красить лаковая помада она хуже блеска для губ а уж красить и болтать в животе урчит наверное я волнуюсь а может потому что у меня там борщ варится я хотела вообще ее с карандашом но сейчас решила что долго с карандашом вот такая ярко вот такие как раз когда смеешься зубы могут пачкаться в помаде поэтому я все время боюсь яркие помады особенно которые вот лаковые которые могут отпечатываться краситься вот так ну что смываю тут немного осталось чуть-чуть так что потерпите еще стираемся мне сложно еще снимать ролики вот например сейчас мне хорошо муж просто не в комнате обычно в этой комнате муж во второй комнате у меня рабочий стол ну как школьный стол у ребенка и мама находится я бывает снимаю на кухне а вот так чтобы сесть и поболтать ну просить например того же мужа уйти из комнаты ну что он будет на кухне сидеть полчаса а на самом деле ролик занимает не полчаса вот пока я это все сюда принесла пока я настроила свет пока я себя усадила пока сама настроилась пока сняла если не получилось еще пересняла получается очень много времени уходит следующее я покажу вам от Catrice это самая красная наверное у меня помада которая есть это матовая помада оттенок у нее наверно вот так покажу вот видно да там 50 она прямо яркая для меня красная мы будем смотреть и снимать очень сложно находить вот это вот время хорошо девчонкам у которых прям студии свои уже в квартире которые могут комнату выделить еще прямо бы накрасить то у меня даже фокус растерялся камера не привыкла к таким ярким вот так я не люблю красные помады мне они не идут может быть сейчас свет так падает и все таки я перед камерой камера съедает часть яркости цвета поэтому может быть оно вам покажется что нормально но вот так ну напишите мне интересно взгляд со стороны красно-малиновый красно-малиновый так и последняя у нас осталась вот такая кружили кружочек и есть два карандаша одним я просто нарисую губы а второй как контур я не буду использовать я хотела его под вот эти помады но в итоге я им видите справилась ну я надеюсь справилась все стираю она матовая ей нужно время чтобы она немножко подсохла мы сейчас этого времени не дали вообще хочу знаете девчонки огромное спасибо сказать за поддержку многие девчонки не имеют даже регистрации на ютубе но они мне пишут и в личку вконтакте находят меня кто-то находит в одноклассниках даже мои рабочие страницы пишут такие добрые комментарии это так приятно на самом деле они окрыляют и даже если в таком комментарии что-то написано ну что вот в этом бы улучшится тебе оно с радостью воспринимается но на самом деле когда тебя хвалят хочется делать лучше ошибки мы свои и так хорошо видим если уж так честно то а вы знаете я что не сделала я не взяла чем наносить то кисточку то я не взяла а рукой я не нанесу пальцем я не справлюсь я сейчас вас рассмешу тут даже страшно кто пальцами губы красит я впервые вообще это больше это наливное средство для губ оно так вот видите как называется его лучшей кистью у него такая приятная кремовая текстура которая переходит как как пудровая немножко единственной девчонки я не стала уж там дальше то что но пальцем это сделать невозможно вот так ну мне кажется такое легкое легкое вот если как румянец не знаю видно вам или нет но у меня сейчас тут конечно и так хорошо намазано ну как то вот как румянец чересчур я сейчас буду вас с красной щекой провожать некрасиво сейчас перекрасимся макияж переделаем в общем вот такое наливное средство вот так оно выглядит как румянец мне вообще я не люблю на щеки кремовые ну а для губ такое что-то нежненькое спокойненькое в принципе неплохо так стираю я наливное и сейчас последний карандашик мы с вами накрасим и я вас отпущу если вы со мной до конца просидели так и последний карандаш который я люблю использовать как матовую помаду это я не знаю здесь будет видно или нет номер 70 вот такой вот он такой давайте я его даже вот так вам покажу наверно вот он так вот выглядит и сейчас я им нарисую нарисую он подсушивает губы перед таким карандашом лучше бальзамчик сначала потом бальзам лишний удаляете и уже карандашиком а я сейчас десятую помаду поэтому губам перебор губам перебор тут я чуть-чуть промахнулась мне кажется ну в общем вот так зато такой карандаш он не подводит вот они прямо матовые такие губы он не подводит он выдерживает даже какое-то там чаепитие если не жирная пища и карандаши смотрится как-то более естественно и уже более макияж ну какой-то спокойный что ли более натуральный как-то так вот такое вот у меня было интересное для меня интересное потому что новое видео всегда хочется на канале что-то новое придумать я знаю что когда блогер с лицом это интереснее но когда покупки и блогер с лицом я не очень люблю потому что вот даже я сегодня ароматы показывала например и убирала нету у человека вот этого удовольствия когда он зрительно видит весь ну все продукты ну давайте я вот так еще разок покажу что мы с вами на самом деле красили сегодня мне очень приятно если вы со мной были до конца если ролик вам был интересен огромное спасибо уже заранее за комментарии я сейчас немножко не успеваю отвечать на них но в любом случае я все прочитываю и стараюсь ответить в любом случае поэтому когда вы пишете их это очень приятно иногда постоянные подписчики пропадают может быть они смотрят но не пишут комментарии так грустно потому что своих то уже всех знаешь а бывает к девчонкам заходишь к другим блогерам смотришь а твои девчонки кто тебе уже перестал писать а там пишут комментарии думаешь ага от меня ушла а на самом деле может быть просто там ну комментарии не пишут так же ленятся это их писать ну все наверное спасибо огромное за внимание спасибо что слушали может быть с чем то не согласны но в любом случае у нас у всех свои мнения есть и даже в отношении макияжа как собственного так и чужого но в любом случае мне будет приятно услышать ваше мнение какая помада вам больше понравилась на мне и какая совсем может быть не понравилась но именно на мне потому что например если я не люблю красные помады мне кажется они никому не идут но это не так нужно признавать что они кому-то идут спасибо огромное всем и всем пока